Питать душу. Псалтырь. Псалон 62. Псалон Давида. Когда он был в пустыне Иудейской. Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят тебя. Так благословлю тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя и радостным глазом восхваляют тебя уста мои. Когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи. Ибо ты помощь моя. И в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилепилась душа моя. Десница твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли, сразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге. Восхвален будет всякий, клянущийся им. Ибо заградятся уста говорящих неправду. Хотя Давид использует поэтические выражения, чтобы описать состояние своей души, средство у него от этой тоски вполне прозаическое. Искать Бога с раннего утра и вспоминать, как он переживал его присутствие во святилище. Давид будет размышлять о милости Божьей и искать Бога, чтобы он снова явил ему свою силу и славу. Подобные размышления приводят Давида к тому, что он начинает славить и благодарить Бога. Иногда нам трудно обращать сердце к Богу, хотя оно и нуждается в Нем. Как же несчастен человек, который не стремится к тому, кто нужен ему больше всего. Мы должны приучить себя в минуты отчаяния размышлять о бесконечной любви Бога к нам. Это пробудет в нас стремление к Нему и возгреет в нас духовную жажду и голод. Применение Как в последнее время проявляется ваше стремление находиться в Божьем присутствии. Поразмышляйте о том, как Бог на этой неделе проявлял к вам любовь. Давид использует образ пищи, чтобы описать, как укрепляется его душа. Как тело требует пищи несколько раз в день, так и разум Давида жаждет размышлять о Боге. Он перед тем, как лечь спать и в долгие ночные часы наполняет свой разум мыслями о Боге. Вот самый лучший способ отойти ко сну. Поразмышлять о том, как Бог вел нас и помогал нам в течение дня. Возможно, для многих из нас просмотр интернета и листания социальных сетей стали привычным занятием перед сном. Но подобная активность ведет не к поклонению к Богу, а наоборот, уводит от Него. Так что давайте лучше каждый вечер перед сном, как Давид, размышлять о Боге. Применение Каков Ваш распорядок перед сном? Что бы Вы хотели включить в него, чтобы напитывать душу перед тем, как отойти ко сну? Молитва дня Господь Бог, Ты мой источник. Моя душа жаждет Тебя. Но моя склонность удаляться от Тебя мешает мне получать истинное духовное насыщение, которое возможно только в Тебе. Привлеки меня к себе. Помоги мне в конце каждого дня обращать все свои мысли к Тебе, чтобы душа моя могла насытиться. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Дорогие друзья, мы запускаем телеграм-канал издательства. В канале мы будем публиковать ежедневное тихое время, делиться анонсами новых книг и мероприятий, рассказывать о жизни издательства. Из-за трудностей в работе Ютуба мы очень хотим продолжать оставаться с вами на связи и приглашаем присоединиться к нашему телеграм-каналу. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok